Книга «Открытым окон», том 12, вопрос 2744, тема «Христос есть Бог и человек». «Мне непонятно, почему Иисус Христос – царь иудейский. Разве Он претендовал на царское правление? Кто воспринял Его как царя? Почему Пилат велел написать «царь иудейский»?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Христос не раз останавливал своими обречениями тех, кто хотел Его провозгласить царем над Израилем». Иисус же узнал, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один. Иисус отвечал, «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям. Но ныне царство Мое не отсюда». «Христос есть Царь Неба и Вселенная». Ивангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Книга Откровений, 19 глава, 16 стих. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Как царя Христа восприняли не только околоцерковные и искательные дармового хлеба и чудес, но и самые близкие его последователи апостолы. Книга Деяний, 1 глава, 6 стих. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Евангелие от Луки, 24 глава, 21 стих. «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Евангелие от Иоанна, 1, 49. «Нафанаил отвечал ему, «Рави, Ты сын Божий, Ты царь Израилев». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 13 стих. «Взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали, «Асанна, благословен грядущий во имя Господня царь Израилев». Пилат потому и велел надпись такую сделать, что такое было официальное политическое обвинение в антигосударственном преступлении. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 12 стих. «С того времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, «Если отпустишь его, то ты друг кесарю». «Ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Евангелие от Марка, 15 глава, 32 стих. «Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем, и распятые с ним поносили его». «Прок Исаия, 53 глава, 4 стих. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». «Люблю копаться в разных словарях, выискивать, пропроповедь, провечность, что мудрецы о Боге говорят, не восхваляют ли мирских, беспечных. Чего там только нет, у Даля и Фрона, плеяды лиц совсем одноименных, не назовешь Иванов сыновьями грома, прошли как тени, без следа в потенках. Мудрили, наворачивали в суе, флоренские, бердяевы, сократы, и каждый на своем осле горцует, вторгались в Библию изменники, пираты. Развеяло их ветром, подмело, последователи их повымерли вчистую, их построение от времени на слом. Выхватывались каждый на своем уступе, пытались вечно реформами подправить. Казалось им, ковчег готов упасть. Никто, конечно, не давал им права так хорохориться, распяливая пасть. Но Библия стоит неколебимо. Сон критиков и злобных критиканов, навозной мошкарою сгинул мимо, как бы не бывшие и нынешние канет. Страницы желтые их нестары собрали, стилизовали под ублюдков власти, Идеологически проскребали грабли, преподнесли обгрызенного части. Во свете Библии, не просто по догадкам, восстановить пытаюсь, что недосказали, Расширить горизонт, где проблеск краткий, восстановить сокрытое духовными глазами. Из Слова Божия составлен мой словарь, на нем общаюсь с ближними и с Богом, Что не библейское, развеет словно гарь, и никакие средства не помогут. 24 марта 2005 год. Игнатий Лапкин